Дворца культуры Арктика Люди все равно стремятся к настоящему празднику. Съемочный процесс занял порядка двух месяцев. Использовались сложные локации, а сами съемки проходили в любую погоду. В фильме зрители смогут увидеть представителей любимых коллективов Дворца культуры Арктика, знакомые места и лица и окунуться в сказочную атмосферу новогоднего Наринмара. Идея принадлежит Константина Тарасенко, который пришел в культуру чуть меньше четырех месяцев назад. В этом году в условиях распространения коронавирусной инфекции в связи с ограничительными мерами губернаторская елка для самых активных школьников округа не состоится. Однако подарки для одаренных детей накануне Нового года доставят во все школы города и населенные пункты округа. Вручат президенты традиционно Дед Мороз и Снегурочка. Конечно, с соблюдением всех санитарных норм. В этом году при поддержке губернатора округа и компании-недропользователя «Зарубежнефть» в округ доставлено тысяча подарков для данной категории детей в двух возрастных категориях. Губернаторская елка – это праздник для одаренных детей НАО, который традиционно проводится в конце декабря. Он организуется в первую очередь для детей-сирот, победителей предметных олимпиад, активистов школьного, молодежного и волонтерского движений, ребят, достигших высоких результатов в учебе и спорте. В прошлом году губернаторские елки посетило порядка одной тысячи детей. Что же касается малышей, которые в силу своего возраста не успели проявить себя, это дети от одного года, не посещающие детские сады. Их подарки ждут в региональном комплексном центре социального обслуживания населения. Родители приходят с предоставлением документов. Это паспорт родителя, свидетельство о рождении ребенка и свидетельство о регистрации проживания ребенка. Подарки можно получить по адресу улица Рабочая, 18, кабинет номер 14. Время выдачи с 8.30 до 17.30. Всего для данной категории предусмотрено более 600 праздничных наборов. В ночь на 1 января жителей и гостей Наринмара ждет концертная программа с участием артистов Дворца культуры Арктика. Жителей и гостей поселка Искателей также ждет новогодняя развлекательная программа, подготовленная Клубом Созвездия. Кроме того, Дворец культуры Арктика предлагает начать Новый год с добрых дел. С 1 по 10 января на платформе BoomStream в формате видеозаписи к просмотру будет доступен концерт «Добрые песни о главном». Стоимость билета 500 рублей. Все собранные средства будут направлены в Красный Крест для помощи нуждающимся. И это еще не все. Создать оригинальные рождественские украшения своими руками можно будет 3, 4 и 5 января. В эти дни пройдет серия мастер-классов, в том числе один для всей семьи. Количество мест ограничено. 5 января в 14 часов все желающие смогут посетить творческую мастерскую «Рождественские традиции». Весь январь на странице Клуба Созвездия ВКонтакте можно будет посмотреть ежегодную выставку «Зимние забавы». В этом году героем мероприятия стал «Снеговик». На выставке представлено более 400 работ жителей региона. 31 декабря все городские бани будут работать согласно расписанию. В прачечной комбинате по благоустройству и бытовому обслуживанию этот день будет выходным. Воспользоваться услугами прачечной можно будет с 12 января. Посмотреть график работы бани и прачечной можно на сайте учреждения в разделе «Информация». Движение автобусов с 1 по 11 января будет осуществляться согласно расписанию. Кроме того, с 1 января повысится стоимость проезда на муниципальных маршрутах номер 2, 4, 4А, 6, 7 и 8. С 38 до 40 рублей. Льготный проезд остается прежним. Что касается работы взрослой поликлиники, то 31 декабря будет рабочим днем. 4 и 8 января два терапевта будут принимать вызовы на дом. В остальные праздничные дни также два врача будут наблюдать за пациентами с ковидом. Детская поликлиника также будет работать 4 и 8 января. Здесь будет организован прием двух участковых педиатров с 9 до 14 часов. Наблюдение за пациентами, у которых выявлена коронавирусная инфекция и которые наблюдаются в учреждении, будет осуществляться дежурными педиатрами 1, 2, 5, 6, 7 и 9 января с 9 до 12 часов. При необходимости врача можно вызвать на дом. 31 декабря все офисы многофункционального центра «Мои документы» будут работать с 10 до 13 часов. А в праздничные дни с 1 по 10 января работать будет только офис на Ринмаре. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова